И хей, всем привет, друзья! С вами снова канал Unreal Игры. Ну что ж, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и давайте продолжать делать город в креативном мире. Ну что ж, друзья, сегодня мы будем заниматься, наконец-таки, дорогами в городе, и сегодня начнём прокладывать вот здесь дорогу через город. Нам нужно соединить вот эту пожарную часть с нашим вот этим основным городом, также нашу школу подсоединить к дороге, и вот этот вот замечательный домик. Так, самое главное, ребята, чтобы вот этот вот бункер не пострадал. Я думаю, то, что дорогу мы будем прокладывать примерно где-то вот таким вот образом, то есть это край дороги у нас, тротуар, и здесь прямо будет вход в бункер. Очень-очень странно, но пускай будет. Так, ладненько, всё, ребят, сейчас я быстренько занимаюсь очисткой, и вернёмся, когда всё это дело расчистится. Поехали! Ну что ж, друзья, не прошло и получаса, я наконец-то всё расчистил. Ну что ж, давайте приступать делать дорогу. Итак, значит, смотрите, ребята, ширина дороги у нас 9 блоков. Давайте, значит, воспользуемся специальной палочкой, выделим и начнём расставлять здесь как раз-таки дорогу. Есть у меня, ребята, такая затея, смотрите, чтобы вон те дома тоже не разрушать по полчаса, я решил сделать немножечко по-другому. Значит, здесь мы делаем таким образом дорогу, что она как бы уходит в эту вот сторону. Дорога будет проходить, собственно, как вот эта дорожка, например, только вот с этой стороны. Ладно, продолжаю строить дорогу. В общем, пользуемся, ребята, специальным вот таким вот асфальтом и белым бетоном для разметки. Пользуюсь, ребята, вот такой строительной палочкой, с помощью которой мы сможем очень быстро делать себе вот такую вот дорогу. То есть палка-заменялка делает сразу 3х3 блока асфальта. Так, быстренько прокладываем дорогу прямо к нашей пожарной части. Так, главное соблюдать пропорции. Так, здесь получается у нас ещё один блок, но мы можем сделать вот таким вот образом. Так, здесь у нас, получается, уже начинается тротуар. Быстренько укладываем вот такой вот плиточкой, и потом будем расставлять уже некоторые другие здания, чтобы всё смотрелось очень классно. И можно будет открывать дорогу. Так, вот здесь, конечно, я зря насадил немножечко травы. Её придётся немножечко убрать. Потому что трава мешает всё-таки, ребята, заниматься стройкой. Но ничего, в принципе, всё, траву мы убрали. Теперь мы можем опять с помощью строительной нашей палочки, ребята, застраивать всё это дело. Так, ну так уже смотрится гораздо интереснее, ребята. Дорога у нас будет вот так идти. Возможно, будет вот здесь какой-то перекрёсток, но это только лишь в будущем. Сейчас у нас будет пока что вот таким вот образом. Так, расширяем дорогу. Так, и смело можем вот в эту сторону опять прокладывать асфальт. И в этой части дорога почти готова. Ну, пока что это похоже просто на чёрную полосу. Но если мы взглянем на карту, то смотрится это, конечно, гораздо интереснее. В общем, если посмотреть, в принципе, на карту, да, дороги смотрятся очень даже интересно. Особенно вот эти вот пешеходные переходы очень смотрятся классно. Так, ладненько, давайте вот эти вот дырочки тоже быстренько по фасту закладываем асфальтиком, чтобы не было никаких тут дыр. Потом делаем, значит, вот такую вот полосу из каменных плит, потому что они смотрятся очень-очень классно. Мне нравится, ребята, когда светлые такие бордюры, да, словно сделанные из какого-то светлого бетона. Они смотрятся достаточно хорошо. Так, быстренько прокладываем. Я думаю, здесь мы, наверное, пока что реально перекрёстка не будем делать. Это уже будет, наверное, чуть позже. По мере, как говорится, расширение нашего города. Так, всё, с этой стороны я тоже закончил. Так, сейчас, значит, берём строительную палочку, быстренько вот так вот расширяем. И с этой стороны аккуратненько вот так вот тоже. Всё, смотрится на самом деле очень-очень круто. Единственный минус, ребята, то, что мы не сможем здесь тогда, получается, вот такими вот блоками сделать, да, из-за того, что, смотрите, как бы стык... Не получается просто стык сделать. Ну, можно оставить вот так и просто поставить какой-то вот такой, например, блок. Почему нет, кстати? Ммм, ребята, у меня только что вот интересная такая идея родилась. Так, а здесь мы сделаем, например, вот так вот и сделаем вот здесь асфальт. Почему бы и нет? По-моему, очень интересный ход получается. Так, вот эти вот блоки мы пока что тоже убираем. Здесь нужно точно так же проложить быстренько целую линию. И с помощью строительного инструмента всё это дело легко быстро расширить. Так, ну что ж, это мы доделали. Теперь осталось, знаете, что сделать? Делаем вот здесь вот пешеходный переход обязательно. Так, потому что пешеходные переходы примерно вот в таких местах очень хорошо, конечно же, смотрятся. Ну и, пожалуй, с этой стороны делаем то же самое. Блин, на самом деле вроде как большие блоки, да, но смотрится очень всё классно. Особенно мне нравится, как это смотрится на карте. То есть по-настоящему настоящие дороги. Так, вот это мы можем постепенно убирать, потому что дорога у нас со спокойной совестью продолжается. Так, заборчики убираем. Так, и можно, в принципе, продолжать сюда полосу. Примерно через два блока. Можно особо сильно тут не зацикливаться. Ну и, в принципе, сделать вот так вот. Во! Смотрится шикарно, ребята. Здесь я ничего делать не буду, здесь потому что у нас поворот идёт. Хотя мы можем, в принципе, знаете, что сделать? Мы можем сделать, наверное, что-то типа вот такого, наверное. Так, ребята, а так смотрится действительно ещё круче. То есть видно, как полоса просто заворачивает. Почему бы и нет? По-моему, такая технология достаточно интересна, если у нас идёт поворотная дорога. Вот с этим я проблему, в принципе, тоже решил. Вот, с этой стороны мы укладываем опять-таки специальные кантики, чтобы всё смотрелось более детально и красиво. Чтоб дорога, как говорится, не была унылой. Ещё, ребята, я заметил такую интересную особенность, да, то, что, по-моему, даже в психологии такое есть. Люди не любят прямые длинные дороги. То есть если есть какие-то маленькие уютные улочки с поворотами, да, то это гораздо-гораздо круче смотрится даже в том же самом Майнкрафте. Так что пользуйтесь этим тоже, ребята. Слишком прямые дороги, они обычно скучные. Если вот эта вот дорога, которая, железную дорогу, вы видите, она была бы просто-просто прямая постоянно, то на ней было бы ездить крайне неинтересно. А если вот какие-то повороты за ворота идут, то это уже гораздо круче смотрится с точки зрения психологии. Так, ладно, пока я буду укладывать это дело и скоро вернусь. Так, ну что ж, ребята, с этим я закончил. Теперь я опять занимаюсь дорожной разметкой. В общем, вот таким образом всё это у нас быстренько происходит. Самое главное там, где пешеходный переход, сделать как раз-таки попасть в полосу и будет смотреться это тоже очень классно. Так, потихонечку дорога у нас оживает, ребята. Мы прямо в центре деревни. А потом, конечно же, мы будем соединять всё это дело вместе. Давайте покажу, как это будет выглядеть на карте. Что-то какая-то мутная у нас карта немножко. Вот здесь, ребята, я сделал специально пометочку на этой стороне железной дороги. Прямо ровно напротив той железной дороги, где у нас фабрика располагается по производству электроэнергии. В общем, если мы сделаем, например, мост или сделаем туннель, то дороги у нас должны, в принципе, будут сойтись. И думаю, что они пойдут как-то вот таким вот образом. Но это только пока что лишь моё предположение. Ребята, можете написать в комментариях. Возможно, мы сделаем немножечко иначе. Так, давайте здесь тоже сделаем. Так, всё, чтобы было правильно и красиво. Так, этот дом, наверное, всё-таки пойдёт у нас, наверное, под снос. И я так думаю, что здесь у нас будет располагаться пешеходный переход. Ладно, пока домик ломать я не буду. Давайте сделаем маленький пешеходничек вот здесь, потому что здесь прям школьники и жители столпились прям тысячами. Тысячи жителей им делать нечего, потому что я их поля поломал. Так, ладно, и продолжаем опять делать дорогу. В нашей деревне, ребята, будет скоро С-образный поворот. Так, сейчас мы его и будем как раз-таки делать. Так, берём, значит, снова аппарат в руку и смотрим. Во-первых, давайте посчитаем, сколько у нас здесь каких блоков. Так, я думаю, вот таким вот образом. И давайте смотреть. Так, здесь два блока получается. И вот здесь тоже у нас тротуар идёт. Везде в городе я сделал тротуар. Так, здесь, значит, вот таким вот образом мы застраиваем, чтобы было удобнее. Так, ну и здесь у нас будет дорога. Так, раз, два и три. Так, вот здесь вот тоже часть дороги. А вот здесь уже будет придомовая территория. Я считаю, что, в принципе, такая дорога будет смотреться нормально. Так, получается так. И получается вот таким вот образом, нехитрым. Всё. В принципе, у нас всё готово. Так, давайте посмотрим. Раз. Так, нужно посчитать. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть, дорога у нас заканчивается примерно где-то вот здесь. Так что, давайте сразу посчитаем, чтобы всё было красиво и чётко. Если будет что-то криво, то будет неправильно. Так, в принципе, ферму, наверное, мы давайте прямо сейчас немножечко перестроим. То есть, ломать я её пока что не буду. Смотрится она нормальненько. Так. А пускай, в принципе, остаётся как-то вот так вот. Почему бы и нет, ребята, немножко переделали ферму. Пускай жители продолжают здесь развлекаться на ферме у нас. Я думаю, фермерское огромное производство мы ещё для жителей обязательно сделаем. Потому что идей на самом деле очень-очень много. Потому что нужно будет ещё один город делать и соединять всё это дело с железной дорогой. Так что будет очень интересно. Так, здесь у нас что получается? Здесь у нас просто пока что мы, наверное, сделаем дорожку где-то вот досюдова. Так, да-да-да-да. До-сюдова. Да, дальше пока что делать я, наверное, не буду, чтобы все поля, опять-таки, не пришлось сносить. Ну что ж, друзья, дорога официально закончена. Так, теперь нам осталось найти ограждение. Что, в принципе, достаточно легко сделать, если пробежаться к самому началу. И как раз-таки мы, ребята, будем открывать и показывать, и смотреть на дорогу. В общем, смотрите, ребята, вот такой вот проезд здесь получается S-образный. Для удобства передвижения у нас также пешеходные переходы. Вот здесь и также недалеко от деревни, чтобы жители могли здесь перебираться. Так, отдадим жителям хлебушек снова. Пускай кушают и наслаждаются. В общем, теперь у нас официально пожарное депо связано с нашим домиком. Это уже хорошо. Так, вот эти штуки мы, пожалуй, возьмем. Вот эти ограждающие заборчики и поставим где-нибудь рядом. Потому что дорога у нас еще по-прежнему нетупиковая. Так что пока что сделаем вот так вот. То есть у нас в процессе строительства идет дороги. Ну что ж, друзья, вот такая вот небольшая серия строительства города продолжается небывалыми темпами. А вы, ребята, оставляйте свои идеи в комментариях к видео. С вами был канал Unreal Игры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в новых видео. Пока-пока.